здравствуйте друзья сегодня мы с андреем приехали опять в голландию много хотим поохотиться на матерую щуку мы не были здесь две недели не знаем как поменялась ситуация погода в корне поменялся последний раз мы были здесь было сухо безветра на сегодня дождь ветер посмотрим лучше хуже будет сливать покажет как бы сама рыбалка ловить я сегодня буду на два спиннинга первый спиннинг это земных культ имеет n702 мх длина у него 213 и тест по весам 832 грамма я его скомпоновал с катушечкой дай вас рт трехтысячная и шнур где-то килограмм наверно 8 на 9 на разрезу а вторая палочка у меня помощнее тоже от земек с ультимейт с 762 x-х длина у него длина у этого спиннинга 229 и тест по весам 20-80 грамм здесь у меня катушечка дайва кальдия 3500 и шнур такой я не знаю килограмм наверно на 12-15 на разрезу довольно мощный снарь в обоих случаях я буду использовать сейчас мы начнем на ловить на опыта я нибудь в спиннинг схватил поставлю будем мы ловить на виброхвосты и лекс фишин колик фишин я на одну палку поставил зеленый шартрезный такой цвет а на одну белый это те цвета которые лучше всего отличились на наших последних рыбалках друзья я буду сегодня ловить вот на такую палку за микс за миссу вайдер а дыма спайдер за 10 с тестом 1056 грамм а длина длина 732 это 221 а катушечка у тебя катушечка шамана xh 3000 ну и тоже наш виброхвост да и да естественно виброхвост лирекс фишинг олик фишинг ну все что мы коротенько до собираемся и пойдем ловить рыбу и вы друзья увидите что у нас получится из этой рыбалки надеюсь что получится будем надеяться друзья ну вот наш первый трофей ночной ожидал я щуку поклевка тяну думаю ну не щука что-то дергается может быть белую рыбу подбогрил поэтому даже камеру не включал то наверно леща подбогрил а тут окунища так вы посмотрите с каким приловом а на дополнительном тройнике еще ерш висит и такой окунёчек в районе сороковочки приложим так вот приложил и у нас вот 44 почти 40 вот 44 сантиметра красавчик ну все вот смотрите разницу вот такой вот монстры и вот такой вот сейчас обои будем амнистировать шевелился все пошел ну и этого вытряхнул маленького тоже монстрик надо выкинуть тоже пуст растет ну все ура от 0 ушли будем ждать щуку я опять поклёвкой по ходу опять либо щучка небольшая либо покушение это щука уже это ребята уже щука и бы не ушла андрей далеко я ему крикнул чтобы он шел за подсаком ну как он успеет не знаю в этом видео заглотила полностью такая сантиметра в 90 чучка вот чуть больше лук смотрите что она творит буянит красавица расставить эти наши шашки а так плохо видно то в камеру на 3 заведу опыта вы утопи утопи полностью подсак говорил тебе не верю в этот зеленый цвет чего-то в последнее время поставил белый первый заброс ребята вот такая вот красавица сантиметров 90 заглотила приманку глубоко ну сейчас мы быстренько реанимируем и отпустим работают большие приманки друзья рыбка чуть чуть больше 90 сантиметров как я говорил но толстая откормленная сейчас быстренько и будем реанимировать сейчас чуть-чуть погоняем чтобы дни кислород и жабер вышел ну давай давай 1 так пошла пошла потихонечку все будь будь здоровы выживать надо и радуй нас поклёвками отпускайте крупную рыбу и опять его поймаете не успели мы отпустить щуку вон она да да я вижу не успели мы отпустит у я еще руки вытирал он делает делает заброс и он зацепил он она идет щучка хорошая красавица бюджетная палка отрабатывать будь здорово да андрюха супер молодец уж приманка глубоко впасть и даже не виду как хвост торчит ребята пардон сейчас он не очень будет видно пуша мне надо будет сейчас убрать вот это крокодил это заметно поздравляю андрюха вот это крокодил да есть такое дело ну что друзья вот такая вот щучара явно заметно андрюха поздравляю спасибо ты просто красавчик прошлый раз ему не везло да вы были с тобой ни одной поклёвки опять щуку не у ни одной поклёвки а сегодня вот пожалуйста вытащил самую здоровую щуку на настоящий момент поздравляю и вот чебурашка с двойничком наш вибро хвостик 18 сантиметров и процесс идет красавчик поздравляю друзья посмотрите какая чушь кашу в этом у нас метр метр два сантиметра но какая толстенная тоже пипец какой-то ну все быстренько будем ее отпускать чтобы она не подохла процесс пошел петри андрюха опа ну что андрюха вернулся теперь своим обязанностям а то приехал тут снимать и берут и облавливает расставчик молодец я смущу тебя сейчас мы тебя дорогая пащича пошла пошла красавица расти большой супер работает наша метода медленная равномерная проводка вдоль дна и крупный виброхвост настал андрюхин день вот это крокодил это еще больше той а я я какая красота молодец андрюха ну что друзья андрюх опять отличился это щука точно больше чем метр два я так думаю что она ближе к метр десять это твой рекорд андрюха второй раз за сегодня все день побил рекорд видишь бог тебе послал прошлый раз ты пустую промучился полночью то теперь видишь бог тебе дал удачу все одушка поздравляю делаем фотку и отпускаем друзья это новый андрюхин рекорд сколько там метр девять чуть до одного сантиметра не хватило до метр десять так что андрюха сегодня два раза побил свой рекорд покажи свое счастливое кричу его лицо крикни ура щука моей мечты красавчик поздравляю ну все сейчас мы и быстренько отпустим реанимирую крови вроде нет сильно не заглотила покачаю я туда-сюда все пошла под стеночку спряталась молодец вот это да андрюха счастливую рожу с рекордом метр девять красиво красавчик уроки не проходят даром до молоток учишься быстро друзья теперь у меня поклевочка в ночной когда ловишь ночью не очень хорошо видно не маленькая щучка тоже тут резко маленькие ловят не не андрей подожди подожди я тебе скажу пока а то сейчас мы заведем чтобы тройники пусть она успокоится мою щас утопить и тогда заведу под стенку под стенку идет не надо нам под стенку не надо нам дать и поделать на жизнь вот она касается тройничок в пасте приманка торчит так андрея сам заведу утопи просто ты просто утопить ну такая тоже небольшая щучка тоже в районе 90 сантиметров может даже чуть-чуть поменьше ну что друзья я конечно за андрюха сегодня не угонюсь но тоже такая за 90 сантиметров хорошая щучка виброхвост не меняем проводку не меняя пусть она здесь работает они за чувство всегда работает равномерная проводка но вот здесь в этом месте работает пока супер сейчас мы быстренько замерим небольшая ну да чуть чуть больше 90 сантиметров пойдет небольшая но наша процесс идет ну что друзья я советую щучка не отпустим убила два раза она ударил бы мощный удар и видно промахнулась веду дальше так есть сидит сука давай давай папа красавица пошла пошла подрастать вот так вот это друзья процесс идиот вот ребята на лодке плавают как они проплывают мы тащим щуку сейчас они проплыли а щуки нет люблю блин андрюха нарушаем традицию так как-то некрасиво до людей расстраивают они хоть на рыбу посмотрит что она тут есть чем было пару поклевок почему-то не подтекал сейчас села небольшая видно щучка любого окуня 5 хорошая глянем и понятно что ли это белая рыба подбогрила что-то не могу понять что-то как-то ведет себя непонятно или это все-таки щука щука ма щука взглянем ну да как-то непонятно этот спиннинг помягче это за 32 грамм поэтому вон наши друзья плывут как раз ненавидели сколько плавают ничего поймать не могут и как проплывают не обязательно щуку я пошла пошла не не это щука вот я их поперла это щука перетягивать я не могу тут все-таки стать полегче поэтому не будем форсировать будем и потихонечку уваживать получать удовольствие не знаю что вам видно тут я дышу партаку ух ничего себе вот это да не знаю как увидели вот это крокодил были приманки даже не видно по дакте не торопись от начала ее заведу в этот потому что это просто пипец я сначала думал рыба за белая рыба за будет и белая рыба забагрилась это были щучара за метр да еще и заглотила так что приманки не видно друзья на вот попался такой крокодильщик по размеру может быть не самый большой может андрея щука и больше даме 3 но по весу посмотрите что это такое это просто крокодил отожравшиеся приманки не видно там в пасте глубоко сейчас быстренько освободим и отпустим вот это трофей а вот такая рыбалка друзья вот такая вот чушечка настрою так англуха переводи камеру туда пока я тут держу метр 15 вот это рыбина бомба ну что друзья вот этого поросенка мы отпускаем жалко села батарейками новая такие свечки давали давала нашу просто пит никогда я подумал какая щука большая может такие свечки делать пошла пошла красавица вот это да вот это рыбалка вот так вот друзья вот у меня сейчас второй ход подряд был вот эту вот приманку я подозреваю все-таки что тройники под затупили хотя проверяет только один крючок затуплен я вроде его в тело втыкал но два раза рыба сошла не надо искать других причин прежде всего надо поменять крючки таких конечно крючков у меня уже очень мало я их экономля вот тройнички поменять могу менял тройники все другое дело по кнопкой рыба сидит и по крайней мере пока неплохая щучка по сопротивлению сейчас посмотрим ух ты да вот она ну что висит правда на одном тройнички на головном не знаю хотя показать вам ее пока не ушла еле-еле висит сейчас мы тебя отпустим подожди подожди не уходить оточку с красавицей топи топи по так который сантиметров 90 и у нас опять поднимать поднимать все есть торги жива торги друзья вот такая вот боевая щучка попалась сантиметров 90 сейчас мы быстренько отпустим видите до этого было два схода вроде бы пробовал тройники на ноготь пробуй но вроде ничего ну-ка два раза сошло дуба не может быть только поменял тут же поклевка и рыба есть друзья вот обратите внимание какие на ней следы то есть ее кусала это щука которых много больше ее в разы здесь рекорд тут . я знаю метр тридцать семь у меня метр двадцать шесть рекорд то есть такую 90 сантиметровый там 95 сантиметров щучку нефиг делать может атаковать более крупная сейчас мы это долго мы мы долго ее нему чего она пошла спокойненько все в рцесс идет главное подобрать приманку подобрать правильную проводку подобрать горизонт где стоит рыба и потом дальше только дело техники друзья не поверить следующий заброс и опять что ты смотри что творить сюда переходи сюда причем вот здесь мелко я кинул сразу не вложил на дно а стал медленно крутить знаешь что там глубина где-то метра полтора что ноги таки возьмет то где-то тут средних слоях и так и получилось только приманка заглубилась до средних слоев тут же произошла поклёвка мы просто с андреем уже не оборвали ни одну приманку в этом на дно здесь стараемся не ложи да вдруг это немножко под изучили уже водоем ну все рыбу поднял можно уже пойти наверх сюда сверху будет лучше видно андрей ты что подойди кулу я лучше сюда не сверху удобнее чтобы она под камни не завела друзья вот смотрите какая щучка на видео то на этот метр пять метр пять сантиметров вот эта рыбка права пока вытаскивалась под сака порезал руки все бью жабру ну что делать бывает сейчас мы вам ее покажем во всей красе у по-на-то ну что друзья эту красавицу метр пять сантиметров тяжеленная папа тоже отпускаем сейчас мы переведем вертикальное положение долго мы ее не мучили ну давай 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 все пошло без всяких проблем а это висело тоже на одном крючке от тройника повреждений ноль единственное я себе руку порезал об нее повреждений у меня так что если кровь будет всегда в камере или на входах это моя кровь видите когда брал ее промахнулся чуть жабры попал все бывает процесс идиот я опять не соврать ну и успел сделать пару забросов и опять клюну щука и неплохая кстати здесь сейчас сомневаюсь что я ее вывезу смогу не вы потому что она взяла вдалеке здесь такие сваи стоят которым привязываются корабли и она прет прямо под них знать это у меня полегче здесь не такая мощная как то на которую я начинал ловить и если она сейчас заведет под корабль и под эти сваи то вряд ли мне удастся ее вытащить ну что делать будем пробовать и так слава богу прет будь здоров да и занимает свою позицию если смогу вытащить ну что прет хорошо и под корабль не затянет может мы ее и вытащим тут чушечки будь здоров чем я успел сделать ну буквально буквально успел сделать конера третий заброс покажись хоть и даже поднять не могу но покажись мы тебя отпустим все равно с фоткой мы отпустим не уходи родная ух ничего себе друзья ну чушечка тоже путь здоров реально тяжело было ее вытащить просто красавица все сейчас измерим это сама и отпустим практически метр 14 вот это моя это не щучья вот это рыба вы смотрите какая красавица супер друзья рыбу мы измеряем фотографируем всегда на мате чтобы рыба не повреждалась сетка у нас прорезиненная чтобы принять минимальная минимальный вред рыбе понятно все бывает но надо стараться все таки аккуратно к нашей рыбе относиться если мы хотим такие трофеи ловить постами с ними нужно очень бережно обращаться да конечно такие рыбалки редко бывает что мы столько рыб поймали опа давай давай 60 метров 15 метров 14 это просто чушки были сколько веса не знаю ну реально тяжело не спрашивайте тут европе принято не килограмм мерить а сантиметрами поэтому сколько в этой чушке не знаю ну кайф поймал полный щука вдалеке еле-еле уже возле столбована заводила за толпы на удалить удалось ее вытащить сейчас она уже тут поближе довольно на холубу камерными на виду приманка полностью в пасе покажи покажи как на швибро хвостик хватило покажи родная не уходи как мы тебя отпустим сейчас мы тебе отпустим родная четко прям верхней губе ходит крючок у нее делаете надеюсь что вам что-то видно друзья и такая тоже щучка в районе метра вот на рыбка здесь пацаки идем друзья ну вот такая щучка там ну мощный метр но под метр так что можно сказать сегодня мы неплохо с андреем рыбачим не каждый раз удается столько поймать зачетных щук чего и вам желаем но мы еще чуть-чуть покидаем сейчас ее отпустим и покидаем друзья 95 сантиметров 96 даже в общем то 96 96 сантиметров неплохая щучка учитывая блин 7 уже сегодня у меня по-моему она я уже даже со счета сбился все быстренько ее амнистируем друзья как всегда видите мы ее замерил на мате чтобы не повредить и сейчас ее банки аккуратненько пустим воду мы не повредить и повредили ничем жирные собака может такие здоровые по размеру тяжелые просто ну вот ловим отпускаем поэтому они здесь есть а если мы будем забирать на котлеты то через год здесь ловить будет нечего щука причем она когда клюну послал не грандюховый сход а потом раз нет задергалась не сход мелкой тут щуки нет ух ты смотри он и опять тоже также впереди верхней губе сидит крючок где ты утопи убери в сторону по так что дамы случайно видишь вот давай не торопись не торопись все поднимать четко видимо крючок у них верхних пасти друзья ну вот такая щучка 90 плюс продолжаем обкатывать наши виброхвосты время позднее рыбка клюет ну все друзья знакомая вам всем процедура спасения рыбы спасибо что клюнула ничего сказать слов нет одни эмоции хотя мы используем силикон довольно прочный но вот когда щука начинает крутиться в подсаке разрывает все к сожалению вот этой приманочки пришла хана ну правда на нее уже поймана были несколько щук думаю что она свое отработала друзья хочу вам немножко рассказать о прошедшем дне сделать небольшое отступление от рыбалки промах конечно прекращать не буду вообще планировали мы сегодня поехать сюда втроем не только вот как мы приехали с андреем а еще и сашей кормилюком вообще планировали снимать фильм для нашего немецкого канала немецкоговорящего скажем так для немецкоговорящей публики ну буквально утром рано позвонил товарищ наша кормилюга и дочка заболела у него 38 с половиной температура позвонил в детский садик с этим долбаным коронавирусом их отправили на экспресс тест на коронавирус и в результате вместо рыбалки чтобы поехать с нами он там сидел в очередь сдал с этим бестребенком с температурой сдал этот анализ и когда мы уже приехали сюда сообщил что слава богу там все в порядке все у них как говорится окей никакого коронавируса нет когда ехали сюда мы еще вчера списались нашим другом жире который здесь живет недалеко то место километров на 30-40 и он скалка узнал что мы едем ягод обязательно к вам приеду порыбачим вечером вместе договорились с ним на четыре часа смотрим время 67 а джерри ни слуха ни духа сбрасываем щуку которую андрюха поймал думаю ну блин ну мало ли там какие-то дела может там по семейным делам может закупиться поехали еще что-то и получаю ответ школ на работе поломал ногу был в больнице и теперь ему только в гипсе от четырех до шести недель находиться так что вот такой вот у нас денечек и совсем простой был теперь что касательно рыбалки конечно сразу хочу сказать для начинающих что равномерная проводка это не панацея от всего бывают дни когда намного лучше вот по той же щуке работает вот такая волнообразная про то есть вы ведете и периодически вот так вот равномерная проводка размера крути в это время кончиком спиннингом делать вот такие плавные движения и приманка такую змею то выше то ниже то выше то ниже и приманка иногда именно вот таким образом щука очень хорошо реагирует иногда хорошо очень работает твич то есть когда подтвичиваешь я не говорю уже про воблер но и силикон точно так же иногда бываешь пойдешь на рынку какие-то рывки делаешь подрывы делаешь вот года два назад к нам в гости приезжал Володя Афанасьев со своим другом ну наверное знаете певец есть такой и актер очень талантливый человек оказался очень талантливый рыбак и вот они здесь с другом тогда а мы с Андреем как раз были они поймали несколько щук и поймали чисто на джиг причем конкретно такой джиг он как мы обычно ловим судака я обычно здесь вот использую ну максимум 10 грамм а у ребят но если я не ошибаюсь грамм 20 были головки они весь вели таким агрессивным твичем гривен агрессивным джигом правильно скажем и с весом который заведомо более высокий чем нужен для этого места и вот тогда они как раз поймали там что-то несколько щук но где-то фильм есть на старый а мы с Андреем обломились были тоже поклевки сходы у нас были но мы не поймали ничего тогда поймали то якуни по моему крупных и судаки вроде бы еще точно не помню но вот именно щука тогда лучше отзывалась именно на проводку обычную джиговую проводку поэтому конечно же когда вы приезжаете на новое место в любом случае в любом случае вам нужен вопрос все виды провода просто мы здесь как бы луем на равномерную проводку чаще всего кушта я здесь ловлю уже более десяти лет как бы изучил повадки здешние щуки и просто для себя вот сделал вывод да она здесь клюет и на джиговую проводку но тогда бывает очень много промахов и бывает что она подбагривается а вот на равномерные проводки правило все поклевки говорится в торбу глубоко в пасте и сходы бывают довольно таки редко хотя сегодня был у меня пару сходов но опять же это тупые тройники дело не в том что это какая-то там проблема при уваживании именно просто тупые тройники ничего не дешево под затупилась когда рыбу вытаскиваешь она крутится тройниками и тройники трутся здесь задевает за камни то все и тупятся но это нормальное явление вот поэтому вы видели мы вот допустим сегодня поймали и окуня крупного 44 сантиметра и щуку здесь довольно крупные влетают судаки ну мне здесь допустим самый большой попадался если я не ошибаюсь 85 товарищ у меня ловил здесь на метр три тоже вот так вот в ночное время и на равномерную проводку поэтому когда вот новички вы приходите на новое место всегда попробуйте различные виды проводок поищите горизонт в котором стоит рыба и только таким способом постоянно менять есть у вас поклевок что-то меняете как вы получили поклевку постарайтесь запомнить то есть на равномерки было на twitch у вас было вели вы допустим у дна или или в верхних слоях носит лет допустим или вы вели в средних слоях постарайтесь вот это все запомнить когда у вас получилось проводка поклевка не запомните эту проводку и старайтесь ее воспроизвести андрей вот допустим недавно совершенно ну как года два дамы выезжаем с андреем и тузну с большую new большими ну скажем очень редко не так часто выезжаем сюда нам ехать сюда под 300 километров и у андрей тоже видите уже хорошо освоил по обновил свой рекорд года два назад андрей ты поймал то у тебя метр ровно метровую еще не в прошлом году позапрошлом по моему да на прошлом да позапрошлом году вот и поймал свою первую метровую щуку и вот сегодня обновил два рекорда сначала метр два потом метр девять так что как бы всему можно научиться все могут научиться было бы желание ну еще хочу сказать есть часть скажем так зрителей которые значит любит во всем искать негативно это там быть и дурак поймает что тут такого там рыбы ты покешит и поэтому они и ловят ну что я могу на это сказать во первых ловить рыбу там где ее нет в ванной рыбы не поймаешь понятно если мы едем почти за 300 километров мы знаем что здесь рыба есть а вот насчет того что дурак и поймает вот в прошлый раз когда мы приехали мы приехали пораньше немножко еще было светло и жерри нас здесь ловил почти целый день ловил часов в 11 или в 10 он сюда приехал а мы приехали тоже когда начинало темнеть здесь ловила путь в порту приблизительно человек 50 и в основном место это были ребята и больше половина ловила вообще на мертвую рыбку то есть они берут рыбку убивают на живую рыбку запрещено в европе ловить одевает его за спину поплавок то есть ветер поплавок гоняет получается она как бы вроде как живая рыбка движется и они на нее ловят так вот из приблизительно 50 человек здесь народу было столько вот когда мы приехали что стояли как на платье ключом к плечу буквально там полтора два метра и стояли люди и жерри обошел всех он как бы местный парень со всеми пообщался ведь никто ни одной рыбы не поймал говорит вы наверно зря приехали пустое дело буквально на третьем забросе мы сначала сняли вступление там поговорили уже фактически стемнело в эти буквально на этом третьему четвертый заброс я вытаскиваю первую щуку и прошлый раз вот было поймано 5 человек никто здесь ни одной рыбы не поймал и были ребята которые вот они до 12 почти проходили тоже подходили к нам немцы тоже не целый день проловили до 12 ночи здесь проловили год у них был один сход все правда я вам дал по нашему виброхвосту и на следующий день не сбросили что на канале поймали как наш виброхвост щуку на метр 14 конечно приятно вот но сам факт что хочу сказать что это поймать вот такую крупную рыбу не важно за счет там матерого окуня матерую щуку матерого судака не так просто то есть для этого нужно определенными обладать знаниями определенными навыками я здесь не хвалюсь просто хочу сказать что вам нужно быть просто очень наблюдательными основная масса людей то есть вот они привыкли когда ловить рыбу когда она активна когда фактически но нет разницы какая у вас проводка нет разницы какая у вас приманка ты кидаешь она хватает и они продолжают когда рыба пассивна, продолжают делать то же самое. И в результате большинство рыбалок получается пустых, то есть ничего абсолютно не ловится. И для того, чтобы ловилось, вы должны быть наблюдательными. Вы должны смотреть, где, допустим, охотятся рыбы. То есть вы должны наблюдать за мелой. Во-первых, там, где большое скопление белой рыбы, естественно, там всегда и собирается хищник. Вот, допустим, даже в этом порту, я рыбачил уже больше, наверное, 10 лет, вот этого места, где я сейчас рываю, она совсем полностью была перестроена, уже несколько раз все перестроена. Сделаны и новые пирсы здесь сделаны, новые эти самые. И рыба каждый год держится по-разному. Иногда вот здесь, там дальше большое озеро, она держится ближе к озеру-то входу. Иногда она заходит в самый тупик, там за углом, там получается вокруг города есть еще один канал, уровень его чуть-чуть выше, чем вот этот. И оттуда всегда идет течение. Естественно, канал, который в городе, там температура чуть-чуть теплее. И вся белая рыба в прошлые годы, она собиралась вот в углу, где эта труба, которая соединяет эти два канала, где идет постоянное течение. И там собиралась белая рыба, и самые удачные рыбалки, вот на щуку, были там. Но что случилось в этом году, я не знаю. Но почему-то рыба, в основном белая, держится, метров сто не доходя до этой трубы, где идет течение. И фактически там, сейчас ловится намного хуже. Я поймал, я месяц назад был, на первых рыбалках, я поймал там тоже три щуки, причем одна такая, тоже где-то, наверное, метр пятнадцать была, кто смотрит мои фильмы, запомнил, тоже мы должны были с Жерри поехать рыбачить. Ему с работы позвонили, что у них там коронавирус нашли. Вот, но после этого мы уже несколько раз приезжали, и там за все время я одну только щуку поймал. А вся рыба, в основном, держится немножко почему-то подальше. И белая рыба здесь ее побольше. Естественно, здесь же больше держится хищника. Поэтому, если вы хотите поймать хищника, то прежде всего найдите белую рыбу, которой он кормится. Ну, следующий вариант, конечно, это нужно определить уровень, слой, где стоит эта хищная рыба. То есть, как правило, хищник стоит, он под белой рыбой. То есть, довольно часто бывает, что летом рыба ходит поверху, и щука может стоять буквально там полметра, метр под ней. И сейчас зима, вот ночью легкие заморозки уже были. Естественно, что щука держится ближе к дну. То есть, в принципе, вот сейчас как бы рыбалка для нас абсолютно несложная. То есть, рыбалка, скажем так, тысячи забросов. То есть, мы знаем правильную приманку, потому что сейчас холодно. Здесь плотва, которую, ты смотри, уловят на живца местные, она где-то такая, грамм 250-300. Ну, грубо говоря, сантиметров 20. И наш 18 сантиметров наш фиброхвост. То есть, мы подобрали правильную приманку, мы знаем, что она стоит на дном, то есть, щука стоит у дна, а под белой рыбой. И мы просто опускаем приманку на дно, чуть оторвали, и ведем где-то, ну, максимум она у нас там полметра, вообще где-то 20-30 сантиметров от дна. Вот как бы вся хитрость, а дальше нужно кидать, 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 верить, что она клюнет. И при удачном стечении обстоятельств, когда ваша приманка попадает под нос охотящей хищницы, она атакует. Опять же, даже вот сейчас зимбой, в прошлый раз у меня была поимка в полводы, и сегодня у меня была одна поимка в полводы. Почему? То есть, я видел, щука гоняет в верхних слоях белую рыбу, и я буквально заглублял там, ну, может быть, метр, максимум полтора, а здесь где-то около 4 метров глубина, заглублял приманку, и в прошлый раз я одну так щуку поймал, и сегодня вот уже я одну щуку так поймал, фактически, ну, можно сказать, в верхних слоях. Просто я увидел, что она охотится, подбросил прямо туда, где были всплески охотящейся щуки, и рыба была поймана. Поэтому, как бы, и вам, новичкам, рекомендую, тем, кто начинает только осваивать спиннинг, побольше внимательности, если что-то не получается, понаблюдайте за местными рыболовами, подойдите, спросите. В принципе, как бы, мы для этого и создали наш рыболовный клуб Лиликс, чтобы помогать начинающим рыболовам научиться освоить спиннинг. В основном, как бы, у нас ребята занимаются спиннингом, хотя, конечно же, достаточно людей, кто увлекается фидером, поплавком, там, нахлыстом и прочее. Поэтому, если кому-то есть интерес, заходите на наш сайт Лиликс Фишинг, Андрей сделает ссылочку в фильме на наш сайт. Плюс мы регулярно, конечно, ну, когда сейчас коронавирус пройдет, мы регулярно проводим наши троуты, ариотрефы, то есть встречи по фореле, мы проводим встречи по стритфишингу, то есть на ловле в черте города, ловим там щук, окуня, судака, и если вы к нам присоединитесь, будем только рады. Друзья, ночью небольшой минус, стали подмерзать кольца, честно говоря, не хочется портить плетенку. Рыбы поймали достаточно, мы поймали сегодня 10 щук, 1 окуня, и большая часть рыбы, не побоюсь этого слова, трофейная. Надеюсь, для начинающих мы хотя бы чуть-чуть объяснили, как поймать трофейную щуку, трофейного окуня. Надеюсь, что в дальнейшем, у кого есть возможность, вы присоединитесь к нам, и мы с вами вместе порыбачим. У кого какие-то вопросы, пишите в комментариях, а еще лучше на нашем сайте Лексфишин задавайте вопросы, там отвечу не только я, а и другие ребята, которые тоже обладают большим опытом по ловле хищной рыбы. Надеюсь, что вам это будет полезно. Ну и, как говорится, всего хорошего. До новых встреч, пока, друзья! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон! Субтитры подогнал «Симон»!